У нас на дворе 2013 год. В 2017, вообще всё почему-то 13-й год, 17-й год, вот 100 лет назад тоже так было, достраивается великий эфиопский проект возрождения, плотина из четырёх каскадов, перекрывающая Голубой Нил. После чего в течение шести лет, когда будет заполняться водохранилище, Египет будет получать на треть меньше воды. На сегодняшний момент уже нехватка, у них долг Судану 300 миллионов кубометров. Каждый год Египет потребляет 55, по квоте британцами заложены Судан 18, 85% столько Нила. В Эфиопии сегодня 94 миллиона человек, 20% имеют доступ к электричеству, остальные нет. Договор о перераспределении верховьев Нила подписали Танзания, Кини, Уганда, Южный Судан, Эфиопия, Руанда, Бурунди. Там никакой Египет с этим уже не справится. И Асуан будет давать на 40% меньше электроэнергии, и до конца времён, это если других гидроузлов не будет, Египет будет получать на 20% меньше воды. Поэтому 17-й год – это начало катастрофы в Египте. Мы не говорим сейчас о восстановлении экономики. Когда вы пророчите египетский апокалипсис в 17-м году, мне кажется, Израиль должен уже сейчас первым бежать и вкладывать деньги в Египет. Израиль пролоббировал сейчас у американцев неснижение военной помощи. В частности, потому что пришедшие к власти военные начали серьёзную зачистку Синаи от исламистов и разрушение туннелей, по которым контрабанда и оружие шло в газу. Этого не было при Мурсе. Но этого не было и при Мубараке. Это было новограничное. Я об этом говорю, не в таких штабах. Мубарак был безумно стар. Был бы молодой Мубарак. Кроме того… Мечтательный Сатановский. Ну, я много о чём мечтаю. Ситуация с Израилем проста. Израиль готов к войнам по периферии. Израиль будет переформатировать армию. Сейчас это признано, поскольку никаких вторжений арабских армий не будет, а будут ракетные обстрелы и терроризм. Израиль при этом готов к любому исходу, включая гражданскую войну в Египте, распад Египта, либо большую войну на Синай. Но я хотел бы ещё раз подчеркнуть, как человек, занимающийся практической экономикой. Худо, бедно, но корпорация миллионов на 400 долларов разного железа в год продаёт больше 20 лет. Есть ситуации, из которых выхода нет. Есть страны, которые как экономические субъекты перестали существовать, и в истории их было чрезвычайно много. И случаев таких с тем, что оставалось население процентов 10 от бывшего, тоже много. Пересчислять не буду, времени нет. То есть вы пророчите Египту эту субъекту? Но в Египте в 2050 году при нынешней демографии население 150 миллионов человек. Эту страну кормить никто не будет. Если бы это население составляли японцы, корейцы, китайцы или немцы с голландцами, да, я сказал бы, они вытащат. Сегодняшнее население Египта невытаскиваемо из той катастрофы, которая в экономике идёт. Возможно ли, что вся ситуация в Египте нынешней закончится гражданской войной? На данный момент придёт гражданская война. Часть развала Египта может быть гражданской войной. Потом всё снижается до какого-то низкого профиля. И вы имеете либо исламскую диктатуру, либо военную диктатуру. Но Египет не так плохо живёт. Есть Сомали, есть Зимбабве, есть Йемен, есть страны, которые живут совсем в нищете.